Ребята, всем большой привет! Я принял решение продолжать вести канал, поскольку я понимаю, что это надо. Огромное число моих подписчиков сейчас попали в различные ситуации, начиная от тех, кто сейчас в виде беженцев, в некоторых виде ныне военных. Значит, сразу хочу предупредить и скажу с самого начала, чтобы быть честным. Я категорически против войны, и все деньги, вырученные с моего канала, все, что я получу, я все буду отправлять в помощь беженцам с Украины. Поэтому я хочу, чтобы те, кто поддерживает войну или как-то там против, просто отписывайтесь нафиг, любые комментарии я буду кидать в бан. Поэтому меня это больше не волнует. Что сейчас меня волнует? Меня волнует помощь людям, которые попали в беду. Поэтому, дабы мы сейчас с вами не эмоционировали на эту тему, я расскажу, чем я смогу быть полезным. Потому что сегодня есть беженцы как с одной стороны, так и с другой стороны. Потому что очень большое количество вменяемых людей, нормальных людей, которые категорически против всего этого, они спешно покидают, пытаются покинуть или покинут в дальнейшем страну, Россию, руководство которой устроило эту кровавую бойню. Ну так вот, ладно, об этом сейчас не об этом. Чем я могу быть вам полезен? Очень многие люди мне звонят сейчас тем, что приехали, снимают, пытаются снять квартиры, пытаются купить машины, пытаются взять кредиты и так далее. Кто-то когда-то получал гринка, кто-то приехал под туристической визой, кто-то сейчас пытается обустроиться здесь в США или надеется, что обустроится. Значит, что реально сейчас происходит, насколько мне известно. Буду говорить только о том, что я знаю. Значит, я, честно говоря, могу консультировать по поводу очень многих бытовых вещей, связанных с Флоридой. Я знаю, что в настоящий момент пока, насколько мне известно, это на сегодняшний день, нет пока у нас, по крайней мере у нас в стране, в стране США, нет пока еще статуса, который позволял бы беженцам пребывать в США. То есть те, кто остались, они получают сейчас 18 месяцев возможности находиться постоянно в стране, работать и так далее. То есть все это есть. Но пока о том, чтобы принимать беженцев, пока я об этом не слышал, не могу сказать. Но тем не менее, люди, наверное, каким-то образом попадают. Я не знаю. Я знаю, что сейчас очень много из России приезжают ребят, которые по разным причинам. Ну, конечно, в первую очередь по политическим. Что точно могу сказать? По поводу, сейчас звучат вопросы по поводу кредитов. Вот сегодня прям несколько звонков. По поводу кредитов, автокредитов. Потому что люди приезжают теми, нужна машина. В Америке без машины никак. Значит, я, честно, сам не слышал ситуации, связанных с тем, что можно получить автомобиль, ну, например, как бы в кредит без social security. То есть, соответственно, без кредит скоро можно, без social security нет. Соответственно, есть, говорят, варианты. Бывают вроде как какие-то микрокредитования и прочее. Я о них не знаю. Поэтому, но варианты есть всегда. Поэтому надо их изыскивать в случае, когда вы пытаетесь как бы это сделать. То есть, надо просто искать, искать возможности. И такие возможности есть. Есть огромное в Майами. То есть, заходите в Facebook. Facebook на территории США работает без проблем. Заходите в Facebook или на территории Европы. То есть, все, что не в России, все, что за ее пределами. Работает, находитесь, списываетесь. По объявлениям можно найти. И я уверен, самый простой способ, я уже говорил, взять автомобиль. Это в аренду надолго. И стоимость таких автомобилей примерно хороших автомобилей. Например, можно взять Camry или Volkswagen Tiguan. В районе 600-750 долларов. Включая все, иншуренс и так далее. В месяц. Хороший ценник. Можно, как бы, легко им пользоваться. И, в принципе, все вполне себе. Что? Что еще? Значит, по поводу того, чтобы обустроиться, это пишите мне, пожалуйста, в Instagram. Я буду стараться отвечать туда. Ну, в смысле, я всегда отвечаю туда. И там, соответственно, буду консультировать. Но сразу говорю, что, ребят, если вы уже находитесь за пределами России, консультация уместна. Если вы находитесь в пределах России, это непросто. Как бы, ну, просто ввиду того, что коммуникаций все меньше и меньше. Вот. Ну, а так в целом, давайте говорить о том, что я сейчас уделю на канале внимание все равно автомобилям. потому, что приезжают разные люди, кто у кого-то ездит, у кого-то вообще не денег. Поэтому, немножечко сконцентрируюсь сейчас на автомобилях, которые более доступны, которые под жопу. Вот сейчас, когда человек приехал, например, и что может там его ждать, и какие он может себе варианты найти. Поэтому я этот ролик на днях прямо сразу, то есть, я постараюсь выпускать. Так же. Только теперь у меня упор будет на то, что все-таки мы подбираем для новоприбыши, потому что я так понимаю, что поток этот будет повсюду. Что еще хочу сказать на сегодняшний день моими друзьями вместе, то есть, я оказываю активную поддержку, организованную возможность на границе. То есть, это все бесплатно, сразу я об этом говорю. Это все мы оплачиваем. Есть автобусы. Со всей Европы мы собираем гуманитарную помощь, везем ее на границу с Польшей, и с границы с Польшей мы забираем беженцев. Каждый день уезжает примерно по 12 автобусов. Большие, маленькие, всевозможные. Часть мы купили, часть взяли в аренду. Такая работа тоже ведется, помощь ведется. Поэтому, ребята, единственное, у нас нет какого-то блата, или если вы мне написали, что мы хотим попасть, то есть, я не могу это организовать. Это все в порядке и очередь. Я единственное, могу дать контакты, и буду давать контакты людей, которые, ну, например, там вас могут встретить и посадить, и разместить, заселить в том числе. Они занимаются. То есть, там целые фонды поддержки. На самом деле, работают белорусы, украинцы, русские, работают поляки, работают все подряд. Поэтому, очень интернациональный коллектив. Большинство из них бизнесмены, пилоты. Многие побросали здесь, в Майами, свои бизнесы, дела, семьи, и поехали туда помогать беженцам. Я горжусь этими людьми. Я горжусь, что я дружу с такими людьми. Они, это люди с большой буквы, и они поменяли то, что, вот, скажем так, отдых и спокойную жизнь на очень неспокойную, и на вот такую вот возможность помогать людям. Поэтому, если будете спрашивать, почему я, я просто пока не выездной, к сожалению, большом, потому что реально, ну, у меня есть здесь тоже своя работа, которую я тоже веду, и стараюсь помогать извне, ну, как могу. В общем, это вот такой вот сегодня у меня был ролик. Пишите, звоните, ну, в смысле, пишите в Инстаграм, в Директ, пишите здесь, если комменты какие-то. В основном, в Инстаграм, Директ, пожалуйста, я тогда принимаю, разговариваю, то есть, с чем могу, буду помогать, буду консультировать. В общем, ситуацию будем как-то пытаться разобрать. Даже если мы, если мне удастся помочь двум, трём, четырём людям, я буду считать, что уже не зря. А ещё раз повторю, что все деньги выручены из канала, которые мне приходят, я буду получать и отправлять туда вот ребятам. У меня есть все реквизиты, поэтому легко. Спасибо вам большое за поддержку, спасибо. Я знаю, что смотрит и очень сильно поддерживает Казахстан, Узбекистан, Киргизия, то есть, много ребят, которые так уж получили, что у меня канал в большей части бродил вот в этих странах и спасибо вам огромное. Да, я знаю, что очень много с Россией, ребят. Спасибо за поддержку. Я знаю, что вы нормальные, абсолютно адекватные люди, нормально, абсолютно адекватно воспринимаете ситуацию так, как она есть, как война, как нападение на чужую страну, поэтому спасибо вам за это. Я своё мнение высказал уже и как бы по-прежнему оно звучит только так и никак иначе. Всех остальных я попрошу вот так-то. Всё, пока-пока, ребята, увидимся, работаем, давайте помогаем друг другу, давайте быть добрее, будем делать всё, что можем, всё будет хорошо, правда всегда победит. US Family Van канал, вот такие вот нынче времена. больше, Продолжение следует...